Рассмотрим газ, заключенный в сосуд с подвижным поршнем. Его состояние характеризуется тремя основными параметрами – давлением, объемом и температурой. Зависимость двух величин при фиксированной третьей дает нам три газовых закона. Связь давления и объема при постоянной температуре исследовали английский физик Роберт Бойль и француз Эдм Мариотт. Зависимость давления от температуры при постоянном объеме была установлена французским ученым Жаком Шарлем. Связь объема и температуры при постоянном давлении исследовали англичанин Джон Дальтон и француз Жозеф Луи Кей-Люссак. Наши опыты мы начнем с того, что воспроизведем закон Бойля-Мариотта, связывающий давление газа и его объем при постоянной температуре. Возьмем большой шприц и соединим его с датчиком давления. Будем медленно сжимать воздух внутри шприца, каждый раз уменьшая объем на 10 мл, и смотреть, как увеличивается давление. Все точки полученного графика лежат на гиперболе, так что произведение давления на объем оставалось постоянным. Этот результат можно объяснить, исходя из молекулярно-кинетической теории. Газ состоит из огромного числа мельчайших быстро движущихся молекул. Давление газа возникает из-за того, что молекулы непрерывно ударяют о стенки сосуда и передают им свой импульс. Что же происходит с давлением при изменении объема? Пусть объем уменьшился в два раза. Тогда в два раза увеличилась концентрация молекул. Значит, молекулы бьют по стенке сосуда в два раза чаще. Поэтому и давление вырастает в два раза. Здесь еще надо заметить, что температура газа была постоянной, и поэтому средняя энергия молекул не менялась. Теперь мы воспроизведем закон Шарля, связывающий давление и температуру. Возьмем металлический сосуд и надежно закроем его резиновой пробкой, так что объем газа внутри него не будет меняться. Пробку вставим в датчик давления. Сейчас воздух внутри сосуда сообщается с атмосферой, и поэтому его давление равно атмосферному. Погрузим сосуд в кастрюлю с ледяной водой и опустим в воду датчик температуры. Перекроем вентиль и начнем нагревать воду. Вместе с ней будет нагреваться воздух внутри сосуда. Этот график показывает, что при повышении температуры давление воздуха внутри сосуда увеличивается. Видно, что экспериментальные точки хорошо ложатся на прямую линию. Если эту прямую продолжить в область низких температур, то при температуре примерно минус 270 градусов Цельсия давление воздуха станет равным нулю. Как же это можно объяснить? Если давление стало равно нулю, это значит, что движение молекул газа прекратилось, и мы достигли наименьшей температуры, ниже которой быть не может. Конечно, реальные газы сжижаются раньше, чем достигают этой температуры. Шкалу, по которой температуру отсчитывают не от точки плавления льда, а от абсолютного нуля, называют шкалой Кельвина. Чтобы получить температуру в Кельвинах, надо к температуре в градусах Цельсия прибавить 273 градуса. Закон Гей-Люсака связывает объем с температурой при постоянном давлении. Снова возьмем сосуд, погруженный в холодную воду, и соединим его трубкой с мерным цилиндром, внутри которого перемещается плотно пригнанный поршень. Перекроем вентиль и начнем нагревать воду. Воздух внутри сосуда при нагревании расширяется и выталкивает поршень. Трение поршня о стенке цилиндра в нашей установке мало, поэтому давление воздуха внутри сосуда все время близко к атмосферному. Ультразвуковой датчик измеряет смещение поршня, а мы пересчитываем его в увеличение объема. Вот график, показывающий экспериментально полученную зависимость объема газа от его температуры. Температура здесь сразу же указана в градусах Кельвина, отсчитываемых от абсолютного нуля. Согласно молекулярно-кинетической теории, объем газа должен расти пропорционально его абсолютной температуре. Но наш график заваливается вниз при повышении температуры. Это связано прежде всего с тем, что воздух внутри мерного цилиндра остывает до комнатной температуры, и средняя температура воздуха внутри системы меньше той, которую показывает термометр, опущенный в воду.